Всем привет, ребята! Меня зовут Асей, и в этом видео я хочу с вами поделиться своими целями на лето 2023 года. Если вы подписаны на меня давно, вы знаете то, что я обожаю планировать, или, может, не знаете. В целом, чем я буду заниматься летом, я начала об этом думать уже супер давно. И еще, помните мое последнее видео про цели? Когда я его выпустила уже, и прошло некоторое время, я поняла, что я ставлю цели немножечко неправильно. Я нашла одну классную технику, как ставить цели. Нужно следовать пяти пунктам, отвечать пяти вопросам, что помогут сделать твои цели эффективнее. Хочу с вами поделиться этим. Этот способ расписывания целей называется SMART. То есть там пять букв и пять пунктов, которым надо следовать. Первый пункт — это специфик. Цель должна быть конкретной и отвечать на вопрос, что конкретно вы хотите достичь. Давайте я сразу же возьму какой-нибудь пример, одну из своих целей, и на примере этой цели уже рассказывать про эти вот свои пункты SMART. Давайте возьмем самую главную цель по главной тематике моего канала — похудение. Цель будет «Я хочу похудеть». Но если вы напишите в свой блокнот просто «Я хочу похудеть за лето», она будет очень неэффективной и неправильной, потому что она слишком глобальная, слишком абстрактная и какая-то вот, ну, какая-то скользкая. Сейчас мы ее сделаем классной. Первое. Цель должна быть конкретной и отвечать на вопрос, что конкретно вы хотите достичь. Нужна максимальная конкретность и максимальная детальность. Я хочу похудеть на, допустим, моем случае, да, возьмем 6 килограмм. Я хочу похудеть на 6 килограмм. Это моя конкретная цель. Следующее. Второй пункт — SMART. Ой. Из техники SMART буква M — measurable. Цель должна быть измеримой и отвечать на вопрос, как вы поймете, что вы достигли результата. В моем случае, если взять пример с похудением, я, у меня есть, короче, платье одно классное, и я хочу в него влезть. Ну, как влезть, я-то в него влезаю, но выглядит это некрасиво. Я хочу, чтобы это выглядело красиво, поэтому я сделаю что? Я примерю это платье и пойму, что я похудела. И еще я встану на весы и увижу цифру, которую я хочу увидеть. Следующая буква и пунктик в слове SMART — это A. Achievement. Достижимое. Цель должна быть достижимой. Вы не должны ставить цель, как «я хочу похудеть на 10 килограмм за один месяц или за неделю». Это, ну, нереально. Даже если это было бы реально, это бы очень сильно навредило бы вам и вашему здоровью. Поэтому цель должна быть максимально достижимой. Я не говорю, что, типа, не мечтать и быть пессимистом. Это не так. Просто надо постараться реалистам с чуточкой оптимизма. Следующая буква — это у нас R. Relevant. Важная. Цель должна быть важная, и у вас должна быть мотивация. Хотите ли вы на самом деле этого достичь? Например, в прошлом моём видео про цели я говорила, что я хочу сдать на права. И сейчас я понимаю, что для меня тогда это вообще было неважно. Я на самом деле не хотела сдавать на права. Поэтому я и не сдала, потому что у меня не было настоящей мотивации, настоящего желания сдать на права. Подумайте, хотите ли вы этого на самом деле. Очень часто мы пишем вот эти вот свои списки и добавляем туда кучу всего ненужного, просто потому что, типа, увидели, что это круто. Или увидели, что, ну, типа, не знаю, там, начать бегать, например. Можно поставить цель, потому что вот это вот начать бегать — это как будто бы круто. Да, на самом деле бегать — это круто. Но вдруг вы на самом деле не хотите бегать? Вдруг вы хотите заниматься другим видом спорта? И вы, если этого не хотите, вы этим не будете заниматься, поверьте мне. И, наконец-то, самый последний пункт — это тайм. Очень важно, это одна из моих самых главных ошибок, всегда, когда я ставила раньше цели, цель должна быть ограничена по времени. Вы должны знать конкретно, когда, что должно начинаться и заканчиваться. Как минимум, например, у вас есть 10 целей на это лето, вы же не можете все 10 параллельно достигать. Вам нужно распределить вот эти вот все 10 целей на всё лето вот так по времени. То есть я делаю это и это сперва, потом его достигаю к какому-то, не знаю, концу июля, потом делаю это, 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 и обязательно очень чёткие ограничения по времени к каждой цели должны быть. В моём случае с похудением я хочу примерно на 2 килограмма в месяц худеть. Кажется, мы опять будем на моём канале худеть вместе, ребята, и похудеть. Всё. То есть мы закончили сейчас с этой системой SMART, мы поняли, как правильно составлять цели. Ну как правильно, я не говорю, что это обязательно правильно, я говорю то, как для меня это работает, оказывается. И перейдём к моей следующей цели. Давайте закрою похудение, я немножко расскажу, почему я опять начинаю худеть. Я не скажу, что я сильно поправилась, я там набрала килограмм в 5 за вот как раз с января до лета. Почему я так поправилась? По целому, причина моих всегда наборов веса — это переедание, стресс и ужасное питание, абсолютное отсутствие спорта. В последнем весеннем семестре, это был очень жёсткий семестр по учёбе, я вообще не занималась спортом, а моё тело у меня из-за того, что плохой метаболизм, мне кажется, из-за того, что я не занимаюсь спортом, это не так, что мне нужно каждый день по 3 часа заниматься спортом, но хотя бы поддерживать как-то какой-то спорт в жизни. Я этим абсолютно не занималась. Я питалась в основном дошираками, роллтонами, сэндвичами, хлебом, фастфудом. Можно по пальцам моих рук посчитать, сколько раз я ела нормальную еду, потому что я вообще не готовила, всё время покупала и ела всякую фигню. Из-за этого, разумеется, вот я поправилась. На самом деле, по моему лицу, мне кажется, немножко заметно, но это не страшно, это не что-то, что должно меня убивать. Я знаю, что я могу просто сейчас привести свою жизнь в порядок, я буду худеть просто, работая над спортом и питанием. Поэтому мне не нужно какие-то горы сворачивать, чтобы это сделать, так что всё нормально. Давайте начнём говорить о моих следующих целях на это лето. Кстати, их не так много, но они такие большущие, глобальные. Следующая моя цель — это начать зарабатывать деньги, быть независимой финансово немножечко, хотя бы на половину от своих родителей, которые меня всю жизнь обеспечивают. Раньше я думала, что я вот учусь, и учёба должна быть для меня в приоритете, потому что если я буду параллельно работать, моя успеваемость ухудшится, а вот эти вот деньги заработанные, я буду их тратить на всякую ненужную фигню, типа на шпотки, на косметику, на еду, и это не приоритетно для меня. Сейчас мои мысли немножко изменились, я считаю, что мне исполняется 20 лет, и пора бы уже начать зарабатывать. Я не хочу просто устраиваться на работу, куда я буду ходить каждый день и тратить всё своё время на работу. Нет, я хочу как раз за это лето научиться зарабатывать так, чтобы это не занимало очень много моего времени, но также я максимально могла много зарабатывать. И я вот хочу попробовать онлайн... Ну как хочу попробовать? Я уже прошла учёбу, обучение. Я сейчас буду это монетизировать. Онлайн-маркетинг называется профессия. Потом поделюсь своими мыслями и впечатлениями в целом об этой профессии. Но для начала, для сейчас, это просто вот начать монетизировать и зарабатывать на этой профессии. Одна из моих целей. И также из этой цели зарабатывать деньги у меня вытекает ещё одна... Просто как бы как раз-таки это не работа, а подработка на лето. Это я сейчас преподаю, уже тоже начала преподавать. В моих целях с этого преподавания за всё лето — это просто накопить какую-то сумму, накопить деньги, потому что деньги, оказывается, приходят с преподаванием очень хорошие, и я могу накопить на что-то классное. Следующее, не менее важное, я бы даже сказала самое важное — это YouTube, которому я всё не могу уделить нормальным временем, хотя это то, чем я хочу заниматься в будущем. Не быть экономистом, я хочу больше развивать свой YouTube-канал. Но, к сожалению, как раз... Ну, к сожалению, я уже, кажется, за это видео миллиард раз повторяла, что учёба мне немножко не позволяет этого, но этим летом у меня же учёбы этой сумасшедшей не будет. И самая такая главная цель этого лета — это быть регулярной на YouTube, выкладывать видео. Я сейчас от этого кайфую, как всегда, так что да. А, ещё. Такая немножко крэйзи для меня. Ну как не крэйзи, а не похожая для меня, как будто бы неподходящая цель — это вести Instagram. Я хочу вести красивые фоточки. Я это никогда не делала, я не чувствую себя красивой в объективе, в фотографиях именно. На видео я себя чувствую просто превосходно, я чувствую себя комфортно, когда вот я сижу с вами и так разговариваю. А когда это? Телефон, человек, который меня фоткает, я типа как-то, ну не знаю, я вообще не чувствую себя естественной и красивой на фотографиях. Что я буду исправлять? Пусть это будет таким мини-челленджем для меня, потому что, да, фоткаться — это сложно, но мне кажется, это будет интересно, искать интересные эвакации, искать интересные наряды, краситься и фотографироваться. Дальше, следующая моя цель, всё же я решила оставить это, это сдать на права. Думаю, что это идеальное время, это возможно сейчас делать, так как всё подходит, у меня как бы есть свободное время, у меня есть... Да, это единственное, что мне нужно было, это свободное время и желание, потому что я хочу следующей осени немножко кататься на машине, и у меня будет как раз-таки машина, это мама привезёт свою машину в Астану, наконец-то, и я хочу себе права до этого времени. И следующая моя... Это уже не цели, а просто, ну да, планы на лето больше, это я буду брать по учёбе один курс, социологию буду проходить и ходить на учёбу, хочу его закрыть на А, либо А-. Я думаю, что я смогу, это не сильно сложный курс, если сравнив с моими другими курсами, всеми, которые я прошла, самая главная там дисциплина. Давайте пожелаем мне удачи и терпения. Конечно же, я хотела вообще полностью отдохнуть от учёбы, потому что я сильно перегрелась, можно так сказать, за весну, но это мне нужно, мне нужно повысать, повышать свой ГПА, так что я решила взять его. И следующий мой план — это стажировка по моей профессии, как раз по экономике. Такой вот controversial у меня есть в голове вопрос, хочу ли я вообще быть экономистом, поэтому хочу поработать и узнать, хочу ли я этого на самом деле, вдруг мне это вообще понравится, да. Я тут хожу, этот нос ворощу, ворощу. Короче, хожу, и мне типа не нравится экономика, на самом деле вдруг она мне понравится. Мы закончили с такой суперсерьёзной, строгой частью моих целей, типа заработать деньги, или там, не знаю, стать президентом. И давайте перейдём ещё к таким более лёгким целям, которые я себе заставила вписать в свой список, потому что всё же это лето, осель, давай немножко тоже отдохнём и повеселимся. И вот я не буду прям на всём останавливаться, это просто такие максимально лайтовые такие пунктики. Раньше я любила делать, типа, 100 вещей, которые нужно сделать за лето. Мне было сложно, потому что, а, я же не говорила, все мои друзья разъехались по разным странам, по work and travel и по всяким-всяким разным программам, поэтому мне было сложно это делать, потому что я такая пишу, сделать, устроить барбекю, а потом такая, а с кем? А я не знаю, с кем, но вот всё, что я смогла выкопать. Первое, давайте я прочитаю прям всё. Прочитать минимум 10 книг, перекрасить волосы, пробежать 10 километров в Боровом. Боровой — это такое, типа, курортная зона рядом с моим городом. Быть счастливой на свой день рождения, потому что обычно я на свой день рождения немножко грустная, постараюсь в этом году быть максимально счастливой. съездить, отдыхать куда-нибудь на неделю, хоть куда, хоть в Алмату, хоть в другую страну, без разницы, но главное — отдохнуть прям целую неделю, ничего не делать. Сходить на концерт 91, разумеется. На YouTube я хочу, хотя нет, это уже будет не такая лёгкая цель, не буду тогда это читать. Сходить один раз на урок большого тенниса хотя бы, сходить в центральный парк на аттракционы, подняться в горы в Алмате или в Боровом, поиграть в баскетбол на улице или не на улице, устроить барбекю. У нас рядом с университетом, на территории университета есть зона для барбекю. Хочу её использовать, собрать своих друзей и сделать барбекю. Переночевать в палатках. Вот в этом пункте я немножко сомневаюсь, но я постараюсь это сделать. Пикник на закате у воды. Я ещё в скобках написала спрей от комаров. Ну вот этот вот тоже цель такая, типа максимально детская, но постараюсь это тоже выполнить. Сходить хотя бы один раз на массаж. Собрать всю свою семью. Моя семья вечно живёт во всех частях Казахстана. Её никогда невозможно как будто собрать. Но в прошлом году я собрала на свой день рождения. Может быть, в этом году тоже когда-нибудь как-нибудь получится. И сходить в собачий парк. Такая прикольная у нас открылась студия йогы с собаками. Также хочу туда сходить. Вот и всё. Это были все мои цели на это лето 2023 года. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю, всех целую. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!